Столица Республики Татарстан попала в топ-10 российских городов по росту цен на квартиры в новых домах. Необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего, на рынке жилищного строительства. Надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Молодым физикам вручили премию имени Завольского. Кто вошел в число лауреатов? Мы синтезировали нано-материалы для целей биологии и технологии. Студенты Казанского федерального университета встретились с генерал-майором Рустамом Минникаевым. Надо, чтобы они представляли, что такое вообще грузовая сила и понимали ее задачи и роль. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Александра Яникеева. В структуре Казанского федерального университета появится нейромаркетинговая лаборатория Нейролаб. По словам ректора Ильшата Гафурова, она послужит разработке новых обучающих программ, а также научному обоснованию и проверке гипотез маркетинговых метрик для КФУ. По данным исследований ведущих российских сайтов о жилой недвижимости в стране и мир квартир, Казань вошла в топ-10 российских городов по росту цен на квартиры в новостройках. С чем связано повышение цен на новостройки, узнаем в сюжете нашего корреспондента. На протяжении долгого времени Республика Татарстан остается одним из экономических лидеров среди регионов России. Одним из драйверов роста экономики является строительная отрасль. Отметим, что стоимость квадратного метра в строящихся жилых домах в столице Республики Татарстан оценивается в 122 912 рублей. С начала года прирост составил 24,1%. Итак, разберемся, с чем связано повышение цены на новостройки. На рост цен влияет два фактора – это спрос и предложение. Цены на стройматериалы, которые являются основой себестоимости этих квартир, цены на стройматериалы за последний год очень сильно выросли. Например, стоимость металла выросла больше, чем в два раза. Древесина в полтора раза, а также цемент, черепица, отделочные материалы – все это очень сильно выросло на десятки процентов. Соответственно, если растет себестоимость, то будет расти и конечная цена. Если говорить о предложении, то здесь можно отметить следующее. Из-за пандемии доходы граждан снизились, но с другой стороны ипотека для людей стала доступной, что перегрело строительный рынок и привело к тому, что цены начали расти. На эту проблему заострил свое внимание и Владимир Путин на совещании в апреле 2021 года. Необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего, на рынке жилищного строительства. Но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Когда началась пандемия, вы помните, мы вам докладывали, как меры поддержки мы все-таки предложили сделать ипотеку для всех желающих в стране по ставке не выше 6,5%. Это решение было оперативно очень принято. И хочу сказать, что она, конечно, принесла колоссальный результат. Также стоит сказать о том, на что влияет завышенная цена на квартиры. Ну, само по себе оно влияет, в первую очередь, именно на социальные факторы, на обеспеченность жильем, в первую очередь, малообеспеченных семей, молодых семей. Это влияет и на, соответственно, желание молодых людей создавать семьи, рожать детей. Если жилье недоступно, то, конечно, и ожидать демографического роста не стоит. С точки зрения экономики, рост цен на жилье приводит к затормаживанию строительства, а также увеличению долговой нагрузки, потому что семьям, которые приобретают жилье в ипотеку, приходится брать кредит во все большем объеме для того, чтобы купить подорожавшую квартиру. Покрывая большие размеры кредитов, платежеспособность граждан снижается, а это плохо сказывается на экономике страны. Поэтому остается надеяться, что рост цен на жилье снизится или хотя бы сохранится текущая стоимость. Эджемини Баева, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с представителями компании «Каскай». Участники онлайн-конференции обсуждали направление сотрудничества в части реализации проектов в сфере цифрового здравоохранения. В музее истории Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения Казанской премии имени Евгения Завойского среди молодых ученых в области физики. Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. Открыл торжественное мероприятие проректор по научной деятельности КФУ, директор Института физики Дмитрий Таюрский. Он поздравил участников конкурса, пожелал им двигаться по восходящей, получая все более весомые премии в области физики. Все кандидаты были более чем достойны. У некоторых кандидатов было очень большое, солидное портфолио статей. У других кандидатов было очень солидное портфолио патентов и заявок изобретений. И разделить, присудить премию молодежную и замыску было очень-очень непросто. Конкурсантов также поздравил председатель комитета по делам детей и молодежи из полкома Казани Ментимер Нугманов. Вначале были озвучены имена финалистов конкурса, затем перешли к награждению призеров. Дипломом третьей степени была отмечена Валерия Воробьева из Казанского физико-технического института имени Завойского. Диплом второй степени получил доцент кафедры общей физики Института физики КФУ Айрат Киямов. Победителем конкурса стал главный инженер проекта НИЛ «Магнитные радиоспектроскопии и квантовые электроники» имени Семена Альшулера Института физики КФУ Максим Пудовкин. После завершения торжественной церемонии он выступил с презентации своего исследования. Мы синтезировали наноматериалы для целей биологии и технологии. То есть есть такая задача, как контроль температурной внутри клетки. Это можно сделать только люминесцентными методами. Градусный здесь не поможет, никакие другие технологии не помогут. Поэтому мы просто брали, синтезировали наноматериалы, сигнал люминесцентный которых зависит от температуры. И смотрели биологическую активность, в частности, как они взаимодействуют с объектами, чтобы понять, насколько они токсичны. Они оказались нетоксичны, и все характеристики, которые мы получили, они идеальны для биологии. Казанская премия имени Евгения Завойского среди молодых ученых вручается ежегодно за значительные достижения в экспериментальной, теоретической и прикладной физике. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. Агентство РАЭКС-Аналитиков опубликовало рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников. В топ-100 вошли образовательные учреждения, чьи ученики на Ириболе успешно поступают в лучшие вузы России. Сунц-Айтилицей занял 42-ю позицию, а на 46-й позиции расположился лицей имени Лобачевского. В Казанском федеральном университете откроется первая магистратура по медицинскому направлению. В 2022 году начнется подготовка специалистов в области организации здравоохранения и общественного здоровья. В Большом зале концертного зала «Уникс» состоялась встреча генерал-майора Рустама Минникаева со студентами Казанского университета. Подробнее о событиях в нашем сюжете. Лекция о состоянии и перспективах вооруженных сил Российской Федерации прежде всего направлена на патриотическое воспитание молодежи. В таком посыле и состоит актуальность выступления генерал-майора для студентов Казанского федерального университета. В ходе лекции были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся влияния глобальной нестабильности на обстановку в мире и необходимости улучшения состояния российской армии. По словам генерал-майора, люди на государственной службе должны знать и понимать, как изменилась армия в последние годы. Мы сейчас начинаем работу с молодежью. Те, которые действительно учат федеральных университетов, они займут, конечно, государственные должности. И надо, чтобы они представляли, что такое вообще вооруженные силы и понимали ее задачи и роль. В мероприятии также принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. В завершении лекции он подробно рассказал о сотрудничестве КФУ с Министерством обороны и Государственной службе сотрудников и студентов университета. Также наши студенты, выпускники сегодня проходят военную службу не просто в вооруженных силах России, но и в специальных технопарках ТПР под Анапой, где они продолжают исследования, начатые в стенах Казанского университета. После лекции генерал-майора и выступления ректора студенты КФУ могли посмотреть концерт ансамбля «Песни и пляски» Центрального военного округа. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу руководитель ансамбля рассказал о новой программе, которую они впервые показали именно студентам КФУ. Мы подготовили необычную программу, в которую включены не только классические для нашего жанра концертные номера, такие как военно-патриотический жанр, военно-патриотическая песня, классическая музыка, классическая хореография, но еще будет современная хореография. Также мы обязательно споем на татарском языке, и изюминкой нашей концертной программы будет женская боевая фланкировка боевыми казачьими шашками. Роберт Хасанов, Булат Садыков, Универньюз. На этом все. В студии была Александра Яньеева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин